Василий Маханенко. Клан Медведя. Книга вторая. Чародей. Краткое содержание первой книги. 30-летний верховный маг Ишар Мор, относящийся к расью вальгов прямоходящих ящериц, приговариваются к казни. За попытку свержения императора его лишили памяти предыдущих перерождений и изгнали из своего родного мира туда, где о магии даже не слышали. Однако, палачи не учли фактора случайности. Одновременно с изгнанием в другом мире проходил ритуал призыва души. Единственный сын вождя опального клана Бурый Медведь упал с дерева и находился на грани жизни и смерти. Прекрасно понимая, на что идут, лидеры клана обратились к своему духу-хранителю, и тут выдрал из вселенной самую сильную душу, до которой смог дотянуться. Так Вальк превратился в 15-летнего человека Лего Андо. В его новом мире магия присутствовала, однако пользоваться ею Лег не мог. Оперировать магическими способностями люди учили в 16 лет во время инициации. Отвечали за чудеса тотемы, духи зверей, дарующих своим кланам силу и 2-3 магические способности. Кроме этого, на планете обнаружились силовые камни, уникальные ископаемые, способные делиться магической силой. Спустя полгода на межклановых соревнованиях для готовящейся к инициации подростков, отряд Лего попал в засаду гоблинов, истинных жителей планеты. Всех друзей юноши убили, но ему удалось выжить. Лег научился управлять магическими линиями, порождаемыми силовыми камнями, и с их помощью смог победить командира отряда гоблинов. Юноша приготовился сражаться за свою жизнь, но неожиданно пришла помощь. Ее оказал Ландо Слик, шестой сын императора, невесть каким образом оказавшийся на окраине империи. Ланда вручил Легу стреломет, запрещенное оружие для клана-изгоя. В качестве ответной реакции на свой дар, представитель клана Гадюк потребовал от Лего год службы. Отказываться от такого юноша не имел права. По понятной лишь одному ему причине, Ланда отправил сына своего заклятого врага в одно из самых дорогих и привилегированных учебных заведений, в подготовительный класс Академии при Императорском дворце. Во время поездки Лег понимает, клан Бурые Медведи катастрофически отстает в развитии от всего остального мира. Машина на силовых камнях, одежда, здания, поезда, даже обычный провинциальный город смог впечатлить юношу. Однако обнаружилось и неприятное. В городах стояла страшная вонь, словно система канализации совершенно не работала. Жители настолько привыкли к этому запаху, что не замечали его, но для Лего это стало неприятным, необъяснимым сюрпризом. На поезд, где передвигался Лег, напали. Группа бандитов хотела уничтожить Ульму Реллойд, лидера Пантер, второго по силе клана Империи. Однако, благодаря полученной способности управлять силовыми линиями, Лего удалось спасти старушку, чем он поломал планы таинственной организации Алый Банд. В Академии Лег познакомился с двумя одногодками, Эльрином и Хадом. Совместные тренировки сблизили ребят, и довольно быстро они сдружились. После того, как ребята нарушили правила, их направили в канализацию – специальный полигон для тестирования способностей и добычи важных для Академии ингредиентов. У входа под землю друзья познакомились с двумя девушками – Лиарой и Белис. Объединившись, команда подготовительного курса направилась на минус третий уровень. У Белис оказалась карта канализации, и девушка рассчитывала получить достойную добычу. Вот только никто не думал о том, что уровень окажется захвачен огромными тварями, похожими на осьминогов. Ребята вступили в неравный бой, и лишь способность Лего оперировать силовыми линиями помогли ему спасти друзей. В канализации Лег смог добыть статуэтку из кроваво-красного материала – один из семи кристаллов богуша. Находку изъяли. Владеть такими вещами простому студенту запрещалось. В Академию явился император, чтобы лично наградить того, кто спас одну из его внучек. Лего ничего не оставалось, как подарить кристалл императору, а тот в качестве ответного жеста снял с бурых медведей изоляцию, разрешив им развиваться. Кроме того, Ландос Лег вручил юноше портативный портальный камень – устройство, работающее по принципу телепорта и позволяющее шестому наследнику явиться на помощь. Этим даром Лег воспользовался практически сразу. Одного из его друзей Хада похитили. Темнокожий юноша являлся единственным выжившим потомком клана Серых Слонов, некогда управлявших Южной Империей. Хад надеялся скрыться в Мироксе Императорской Академии Северной Империи, однако его похитили отсюда. Легу удалось найти место, где удерживали Хада, однако здесь он столкнулся с новым врагом – Инферно. Так называли людей, что пошли по пути поглощения мифрила, теряя человеческий облик, но приобретая огромную силу. Ланда и его люди смогли ликвидировать угрозу, а Хад вошел в семью Лега, превратившись в одного из бурых медведей. Однако спокойствие продлилось буквально несколько минут. На Лега напали бандиты, хотевшие уничтожить Ульму Реллойд, лидера клана Пантер. Легу удалось отбиться, захватить пленника и доставить его к резиденции второго по силе клана Империи. Ульма рассказала юноше об истинном положении вещей. Противники принадлежали загадочной организации Алый Банд, желающей дестабилизации государства. В качестве ответа на ее спасение, женщина отправилась вместе с Легом к нему в деревню, чтобы заключить с кланом бурых медведей договор на добычу железа. Это позволило Легу в компании с шаманом клана отправиться к еще одному месту захоронения кристаллов богуша и уничтожить его. Тот, кто соберет статуэтку из семи частей, получит полную карту всех месторождений Мефрила, а также начнет управлять как Имферно, так и ангелами, следующей ступенью модифицированных людей. В качестве вступительного сочинения в Академии Лег пишет несколько глав одной из популярных книг своего прошлого мира. Текст ввел в восторг кураторов, и они попросили юношу написать книгу целиком. Лег закончил книгу и выиграл состязание писателей. Попав во дворец императора, юноша вместе с Леарой нашел последний седьмой кристалл богуша, однако по возвращении в Меракс добычу изъяли. Глава службы безопасности, являющийся старшим братом Ландослика, не желал усиливать империю, передавая ей такую ценность. Таким образом, седьмой кристалл оказался спрятан подальше от Медведей и Алого Банта. Успешно закончив учебу и получив причитающуюся ему награду, Лего с друзьями отправился к себе в деревню, где должна состояться инициация. Причем не только Лего, но также Хада и Альрина, что тоже решил стать членом клана Бурова Медведя. По пути на них напал представитель Алого Банта. Лего удалось вызвать Ландослика и совместными усилиями победить неприятеля. Бой показал, что в этом мире есть кто-то, кто умеет пользоваться магией и с этим нужно что-то делать. После инициации Хад стал сильным воином, получив возможность пользоваться магическими дарами тотемов. Эльрин – Витязем, умеющим обучаться любой способности, использованной против него. Лек же превратился в Чародея – легендарное и давно забытое существо, одной своей волей творящее магию. Но этот дар не дался легко. Для того, чтобы им воспользоваться, Лягу предстоит длительная прогулка в земли гоблинов. Вот только вопрос – отпустят ли его туда? Глава первая Таким образом, мы смогли захватить еще один рынок сбыта, что увеличило наши показатели на «довольно». Лидер Алого банта поднял руку, обрывая доклад о финансовом состоянии организации. Дела шли в гору, кредиты текли на счета полноводной рекой, становилось больше подконтрольных кланов. Однако все это не радовало. Ощущение грядущей опасности упрямо твердило о том, что в мире происходит что-то невероятное, опасное. И если этим вопросом не озаботиться, можно потерять довольно много. Причем это ощущение появилось не только у него одного. Неожиданно в голове прозвучал чужой голос. «У тебя минута, чтобы очистить помещение. Ты мне нужен. Выполняй». «Все вон, немедленно!» Мужчина вскочил на ноги и с несвойственной его статусу торопливостью начал выпроваживать людей из кабинета. К тому моменту, как в центре помещения появилась проекция гостя, двери были плотно закрыты, а на них повешена защита по блокировке прослушивания. «Учитель!» Руководитель Алого банта преклонил колени. «Рад приветствовать вас, свои скромные обители!» «Рикон, встань в круг!» Потребовала проекция седовласого старика, указывая на место своего появления. На вид этому человеку можно было дать лет 70, но только на вид. Лишь избранные знали истинный возраст теневого лидера мира и каждый раз, когда думали об этом, испытывали благоговейный трепет. Не каждому человеку дается право прожить 327 лет и оставаться таким же сильным, как и в начале своего пути. Руководитель Алого банта подчинился, и пространство перед ним на несколько мгновений поплыло, чтобы оформиться в небольшую поляну, окруженную плотным серым туманом. Здесь уже находились остальные три ученика Великого Мастера. Рикон осмотрелся. Двое из них ушли в самостоятельное плавание, создав Алый бан в Северной Империи и Белую Лилию в Южной. Двое остались вместе с учителем, продолжая постигать таинство магии. Слово взял старик. Сегодня в мире появился Чародей. Тотем в ярости требует его ликвидации. Нам неизвестна империя, где появился враг, так что придется распределить силы. Рикон, ты займешься своей Северной Империей. Дэвид Южной, Шармир Западной. Вы должны найти Чародея до того, как он обретет силу. Если потребуется, проверьте каждого подростка, прошедшего инициацию за последний год, но найдите врага. Как найдете, не церемонтись. Уничтожить сразу – это приказ. Учитель, вы не назвали моего имени? Один из учеников склонил голову. Рикон внутренне поморщился. Он всей душой ненавидел эту бездарность. Слабейший из всей четверки, завистливый, неприятный. Единственная причина, по которой это тело все еще входило в круг избранных, оно являлось первым учеником. Именно с него более сотни лет назад учитель начал свой путь к величию и успел привыкнуть к этому слезняку. Для тебя тоже есть задание. Ты отправишься в земли гоблинов и уничтожишь алтарь Зулвара. Давно нужно было это сделать. Даже если мы упустим Чародея, он не должен доказать зверю свое право на обучение. Даю вам разрешение пользоваться любыми ресурсами для выполнения задачи. Привлекайте императоров, кланы, кого угодно. Главное, найдите и уничтожьте врага. Я постараюсь выяснить у тотема больше данных. Все за дело. С каждой минутой Чародей становится сильнее. Сконцентрировавшись, я заставил силовые линии уплотниться, насытиться энергией и перетечь из невидимого состояния в огненный шар размером с кулак. Уровень доступной маны скакнул вниз на четверть. В отличие от классических способностей, даруемых тотемами, работа с чистой энергией стоила гораздо больше, но результат мне нравился. Над моей раскрытой ладонью появилось смертоносное маленькое солнце, нарушая все возможные законы. Причем как физики, так и магии. Создание сущности без способностей считалось невозможным. Отлично. Произнес Баркс, шаман клана бурых медведей и, по совместительству, дед моего отца. Теперь отправляй шарик в цель, мысленно его удерживай, поворачивай ладонь к цели и заставь поработать силовые линии. Я усмехнулся и отправил огненный сгусток в цель, расположенный в 50 метрах от меня манекен. Татуировка 50 на 50, что осталось у меня на плече после встречи с тотемом, позволяла взаимодействовать с предметами даже на таком удалении. Но не больше. Манекен тряхнуло, и в нем образовалась сквозная дырка, опаленная по краям. Собственно, на этом наши уроки закончились. Баркс деловито уселся на землю, достав откуда-то из многочисленных карманов длинную трубку. С кончика его указательного пальца соскочила небольшая искорка, и через пару мгновений довольный шаман задымил трубкой, погрузившись в собственные мысли. В таком состоянии беспокоить старика бесполезно. Даже если удастся его растолкать, максимум чего можно добиться – заработать себе парочку увесистых подзатыльников. Проверено на собственном опыте. Сконцентрировавшись, я выбил перед глазами доступные мне способности и активировал возвращение домой. Идти пешком из пещеры шамана категорически не хотелось. Пространство вокруг меня превратилось в серый туман, чтобы через мгновение оформиться в главный зал дворца. Отец, Ланда. Я кивнул двум мужчинам, но меня проигнорировали. Все внимание вождя клана Бурых Медведей и шестого наследника престола сосредоточилось на небольшой доске, уставленной странными фигурами. Как мне удалось узнать, называлась эта игра шахматы, и в ней были такие запутанные правила, что я даже не пытался их понять. Запомнил – да, понял – нет. Дружище, подожди меня, я скоро. Эль Рин обнаружился неподалеку от игроков, внимательно наблюдая за партией. Вот кому действительно была интересна вся эта возня на доске. Я зевнул от скуки и едва не зарычал, недовольный сам собой. Заставив мысли собраться в кучу, я навис над доской, пытаясь понять логику ходов. Шахматы нагружали мозг, заставляя работать те участки, что у многих людей атрофировались за ненадобностью. Например, как у меня. Вновь накатила волна гнева, но я смог ее подавить. То, о чем говорил тотем во время инициации, накрыло меня с головой. Теперь уже и мне самому стало ясно, что со мной творится что-то непонятное. То, что раньше я решал логикой и здравым смыслом, перешло под управление эмоций и импульсивных желаний. Постоянная лень, необходимость бороться с самим собой, нежелание учиться чему-то новому, жажда отвертеться от работы, от предыдущего лего мне досталось ужасное наследство. И что злило меня больше всего, прямо сейчас поделать с этим я ничего не мог. Это стало частью меня. Ланда выиграл партию, но мой отец потребовал реванша. Наследник с легкостью согласился. Ему нравилось побеждать ингара, пусть даже и в такой малости. Мне же оставалось лишь вздохнуть и отправиться на двор тестировать стреломет. Я уже знал, что наш дух-хранитель подложил мне хорошую свинью. Дарованное тотемное оружие не имели права забирать даже во дворце. Собственно, поэтому вокруг императора постоянно кружили гвардейцы, чтобы ни у кого не возникло желание навредить лидеру государства. Сделать это, конечно, было достаточно тяжело, учитывая рейтинг нашего правителя, но рисковать никто не желал. Вокруг императора имелась зона отчуждения, самовольное пересечение которой каралось смертной казнью, что делало видимость некой гарантии безопасности, так как всем без исключения тотемам вручали оружие ближнего боя. Вернее, почти без исключения, потому что мой стреломет разительно выделялся на общем фоне. Прицельная дальность на 100 метров. Стрельба велась не стрелами, а сгустками энергии. Барабан емкостью в 30 выстрелов. Возможность заряжать барабан как силовым камнем, так и собственной маной, тратя на это всего 5 единиц. В общем, не оружие, сказка. А если взять в расчет, что искрящиеся снаряды с легкостью пробивали броню Инферно с 10 шагов, так и вовсе нечто невообразимое. Когда Ланда увидел, что может творить мое именное оружие, он едва не прикончил меня на месте. Опять же, от греха подальше. Но самое ценное в именном оружии оказалось то, что его невозможно потерять. Собственно, поэтому его и не забирали во дворце. Это бесполезно. Стоило пожелать, как не весть откуда в руках человека появлялся дар тотема. Работал такой призыв всего раз в сутки, но даже полное уничтожение не могло запретить оружию явиться в руки своему владельцу. В общем, со стрелометом было все непросто и, как я уже точно понимал, опасно. Что касается всего остального, казалось, что за три дня, что прошли с момента инициации, я узнал больше, чем за все прожитое в этом мире время. Прежде всего, разобрался с магией. Если убрать в сторону непосредственную работу с силовыми линиями, что мы недавно тестировали шаманом, то остальная магия этого мира представляла собой нечто странное. Кроме непосредственного маны, тотемы даровали каждому избранному тайный список, видимый только самому человеку. Стоило пожелать воспользоваться способностью или именным оружием, как список автоматически появлялся перед глазами, показывая доступные способности, их описание, количество маны, что требовалось для активации и, что немаловажно, остаток этой самой маны. Хочешь воспользоваться даром тотема, мысленно концентрируешься на нем глазами и активируешь. Настолько убогая реализация магии даже сложно себе представить. Память последнего перерождения подсказывала, что работал там я непосредственно с силовыми линиями, не задумываясь о том, сколько маны у меня осталось или какими способностями я могу пользоваться. Маги заставляли силовые линии подчиняться их воле, выстраиваясь в нужную форму и конструкцию. Ровно все то, что я проделал с огненным шаром. Я не помнил самого обучения, но мне почему-то казалось, что учили нас не запоминать списки способностей, а оптимально работать с линиями, чтобы расходовать ману как можно меньше. Потому что тратить четверть доступной маны на какой-то огонь не самый правильный расход силы. Стрелы уходили к цели одна за другой, но назвать стрельбу качественно я не мог. Да, точность поражения составляла 100%. Да, манекен после 10 выстрелов превращался в обугленное чучело, но сам процесс... Как я ни старался, разогнать оружие быстрее трех выстрелов в минуту у меня не получалось. Каждые 20 секунд, да, без вопросов, но не меньше, что бы я ни делал. И это обещало стать достаточно серьезной проблемой. Мое предыдущее оружие с легкостью делала выстрел каждые 2-3 секунды. Не таскать же с собой два стреломета. Выходит, мне нужно дополнительное оружие, какой-нибудь шест. Благо, пользоваться им я умею, если не на уровне мастера, то на уровне хорошего ученика точно. Олег, нас вызывают, пора. Хат отвлек меня от тренировки. Наконец настал тот самый момент, которого я ждал. Меня не отпустили к гоблинам ни в первый, ни во второй день, что разозлило и заставило всем заявить, что на третий день я уйду в любом случае. Взрослые услышали и, наконец, соизволили поделиться планами. Твой уход к гоблинам прямо сейчас невозможен. Отец не стал ходить вокруг да около, сходу припечатав своим решением. Вот только подчиняться ему я не собирался. Пожав плечами, я спокойно заметил. Значит, кому-то придется смириться с тем, что невозможность порой реализуется. Отец, у меня нет времени на раскачку. Я понятия не имею, каким образом заработать уважение гоблинов, тем более западных. Чем раньше я окажусь в их землях, тем больше времени у меня будет на то, чтобы с этим разобраться. Какой настырный медвежонок, слово взял Ландослик. Нет, мой косматый друг, никуда ты сейчас не пойдешь, иначе подставишь клан. Первый, что у тебя? Господин. Из тени вышел командир отряда разведчиков, работающих на шестого наследника. Я никак не отреагировал. То, что он стоит там, я обнаружил еще на подходе к дому. Работа с силовыми линиями с каждым днем давалось мне все проще, так что не заметить специфичную для Инферно броню я не мог. За последние сутки по Империи начались необоснованные проверки всех шестнадцатилетних подростков. Работают люди вашего четвертого брата, господин. Но не только они. Были замечены несколько десятков незарегистрированных Инферно и даже один ангел. Суть проверки неясна. По словам тех, кто ее прошел, их тестировали на каком-то устройстве, якобы для проверки уровня магических сил. Кого-то они ищут. Я даже знаю, кого конкретно. Ланда посмотрел мне в глаза. Мой старший брат не попал в когорту избранных, что работают на благо государства, так что порой позволяет себе много чего лишнего. Его личная гвардия превосходит мою в несколько раз. Не удивлюсь, если он работает на алый бант или, что тоже нельзя исключать, является его основателем. Просто так он ничего не делает. Кому-то стало известно о том, что в мире появился чародей. Прошло всего три дня с момента твоего появления. К этому готовились, раз у них сразу появилось устройство. Это говорит только об одном. Чародеи не нечто уникальное. Они существовали и раньше, но информация о них была тщательно удалена из всех источников. Если ты исчезнешь, то остальные поймут, кем ты являешься. Даже думать не буду о том, что ждет всех медведей в этом случае. То, что у вас теперь три витязя не поможет справиться с тремя-четырьмя ангелами, вырежут всех. В этом у моей родни опыт огромный. Господин, это еще не все. Поступила новая информация. Проверки проводятся во всех трех империях. Наши западные и южные друзья сообщают об аналогичных действиях представителей правящих семей. И везде появляются неучтенные Энферно и даже ангелы, контролирующие неотвратимость процедуры. Разведчик умолк, и вместе с этим в зале повисла тишина. Они не знают, где конкретно появился чародей. Так что Легу ничего не грозит. Что если... Начал было Эль Рин, но Лэндо жестом заставил его умолкнуть. Однако не меня, и я озвучил очевидное. То, о чем все почему-то старались умалчивать. Алый бант не замыкается только на нашу империю. Они работают сразу во всех. Четвертый наследник не мог основать такую организацию. Даже если он на нее работает, то не более чем простой исполнитель. Проклятье! Выругался Ландо. Я практически был уверен, что это его детище. То, что начались поиски везде, говорит о том, что в деле замешан тотем. Есть дополнительная информация, напомнил о себе разведчик. Поиск идет только среди тех, кто обладает маной. Клеймо не смотрят, но по предварительной информации клейма подростков показываются на устройстве. Простых ребят не трогают. Ищут твои показатели. Ландо вновь посмотрел на меня. Значит, Эль Рин и Хат смогут пройти проверку, разве что к цифрам возникнут вопросы. Но, Олега, они сразу вычислят. Если он не закроется, неожиданно заявил Баркс. Линии он видит, контролировать их умеет, значит, сможет полностью замкнуть их на себя. Пусть и временно, но превратится в нулевку, человека без маны. Если у него не будет маны, Мирс окажется для него закрыт. Не совсем, лукаво подмигнул мне шаман. Двери Императорской Академии открыты для Лего постоянно. Своё право на обучение он получил. Всё, что нужно, обучить его закрываться, а также выдумать логичную и правдивую легенду, почему успешному выпускнику подготовительного курса тотем не даровал право распоряжаться маной. О таких прецедентах я не слышал. Тут и думать нечего. Эль Рин пожал плечами. Лег шёл после меня, так что тотем выдохся. Я получил витязя. Лег дырку от бублика и стреломёт в качестве компенсации. Камнями пользоваться может, но только для того, чтобы зарядить своё оружие. Вот и всё. Я не позволю тебе слить себя, рявкнул Ландо. Как только Император узнает, что у Медведей появился витязь, он прикажет изучить тебя вдоль и поперёк, чтобы понять наконец принцип передачи способностей. Поэтому кланы стараются скрывать факт появления витязей. Значит, тебе нужно придумать способ, как меня спасти от деда. Эль Рин окончательно принял решение. Я должен Лего две жизни. Неужели ты думаешь, меня остановит угроза того, что мне могут навредить? Хоть от одного клейма избавлюсь. Вторую татуировку Эль Рин заработал там же, где и Ландо, в поезде, когда на нас напал представитель клана Львов. Вот, кстати, ещё один вопрос, который не давал мне покоя. Один из лидеров Алого Банта умел пользоваться магией. Где он научился этому? Это не были какие-то способности тотема. Это было именно оперирование силовыми линиями. По-другому заблокировать превратившегося в туман шестого наследника просто никак бы не получилось. Лек, ты сможешь закрыться? Ингар обратил внимание на сына. Стать нулёвкой. Нужно попробовать, честно ответил я и тут же добавил. Хотя мне кажется, что всё, о чём вы здесь говорите, лишено смысла. Я не собираюсь в Миракс. Мой путь лежит на северо-запад. Гоблинам я алтарю Зулвара. Почему-то вы постоянно забываете об этом. И если я не доберусь до цели за год, мне и закрываться не придётся. Тотем заблокирует мне всю магию. В Миракс ты можешь поступить только в шестнадцать, спокойно ответил отец. Если ты опоздаешь на год, эта академия станет для тебя закрытой. А она, как ни крути, лучшее в нашем тотемам забытой империи. Тебе нужно там появиться, отучиться месяц, получить задание для курсовой работы и разрешение на то, что выполнять его ты будешь внеистин академии. Ланда этому поспособствует. За время отсутствия ты должен будешь не только выполнить свою работу, но также выучить все учебники и подготовиться к сдаче физических нормативов. В последнем тебе поможет тень. Она отправится гоблином вместе с тобой. Учти, готовиться и сдавать экзамены ты должен как нулёвка. Это сложно, но реально. До тех пор, пока мы не поймём, что тебе ничего не угрожает, весь мир должен считать тебя лишённым маной. Я недовольно засопел. Мне не нравилось то, что порешали без меня. Какой-то частью сознания я понимал их логику, но принять её было выше моих сил. Хорошо, представим, что он закроется. Ланда решил подлить масло в огонь. Будет обучаться в Мераксе, хотя я не знаю, как на это отреагируют остальные. Но вот что я точно могу сказать. Лиара не сможет с ним общаться. Ингар, ты не хуже меня, знаешь закон. Лишённый манный человек не имеет права на отношения с членом императорской семьи, задумчиво протянул мой отец и уже решительно добавил. Лягу придётся принять это, как и ей. Даже не думайте, зло прорычал я. Во мне сейчас говорила не логика, а то, что мне всучил ушедший в историю подросток. Видимо, настал момент, когда стоит дать ему волю. Лиара будет знать правду обо мне и том, что я задумал. Я не намерен отказываться от своей девушки, даже если против меня пойдёт вся империя и весь алый банд. Ланда скривился, словно проглотил что-то кислое и неприятное. Тридцать лет назад я уже слышал похожие слова. У медведей что в пункте по поводу отношения с отпрысками гадюк? Совсем жить без нас не можете? Ты в ней уверен, сын? Ингар проигнорировал реплику недруга. Она никому ничего не сказала насчёт седьмого кристалла богуша. Что затем спрятал магистр Йора? Так что да, я в ней уверен. Аннер будет в ярости, заметил Ланда. Это грозит ещё большими проблемами, чем стреломёт. За легом отправят Архой, и Тень ничего с ним поделать не сможет. Так что, если ты готов умереть, можешь продолжать отношения. Хотя я уверен в Лиаре. Она справится с эмоциями и сама оборвёт все связи с нулёвкой. У тебя даже возможности ей что-то объяснить не будет. Она с тобой разговаривать не станет. Архо – ангел, работающий на гадюк, но при этом не входящий в их семью. В неофициальном рейтинге поглотителей Мефрила он находился на третьей строчке, уступая лишь самому императору и его старшему сыну Дарсу. Тень, лишённая права называться моей бабкой, располагалась на десятой строчке. И это только те ангелы, о которых было доподлинно известно. Как уже успел заявить разведчик, в нашей империи появились те, кто не входил в рейтинги. Зато прекрасно поговорит с двоюродным братом. Не визь каким образом ставший витязем Эйлин вновь мешался в разговор. И я даже не подумаю скрывать от неё правду. Раз Лек ей верит, поверю и я. — Хорошо, с Аннером я поговорю и постараюсь его образумить. В крайнем случае отправлю Архо выполнять какое-нибудь поручение, — задумчиво произнёс Ландо после долгой паузы. Но всё это бесполезно, если Лек не сможет закрыться и его вычислят прибором. К тому же что-то нужно делать с его татуировкой. Если кто-то, пусть даже случайно, увидит эти цифры, весь наш план не будет стоить и выеденного яйца. Я ощутил жжение в районе плеча. На то, чтобы закрыться, мне потребовались считанные мгновения. Сказывался опыт работы с силовыми линиями и наблюдение за тем, что делал ректор при блокировке кристалла Багуша. Там он полностью закрыл от остального мира порождаемые кристаллом линии, превратив его в обычный камень. Что-то аналогичное сделал и я, спрятав свою силу внутри дополнительного энергетического кокона. Почесав саднившее плечо, я вернул всё обратно и облегчённо вздохнул. Блокировка закрыла от меня способности тотема, но невозможность видеть и оперировать магическими линиями. Вновь заболело плечо, и я с раздражением снял рубашку, уставившись на татуировку. Ничего не изменилось, татуировка 50 на 50 висела на своём месте, разве что покрасневшая кожа вокруг неё указывала на то, что цифры появились только что. «Ты чего это тут устроил?» – спросил Эльрин, но вместо ответа я вновь заблокировал свою магию. Плечо привычно начало саднить, и теперь я увидел причину. Цифры, выдававшие во мне чародея, исчезли. «А вот о таком я даже не слышал», – задумчиво почесал затылок Баркс, всматриваясь в плечо. Поверьте, слышал я о многом, но точно не о таком. Да, это вяжется в легенду, что тотем устал возиться с Витязем, и на лего у него просто сил не хватило. Мало того, сама татуировка говорит о том, что её обладатель имеет право поступить в академию. Вот только как к этому отнесутся остальные, ибо такого точно никто не видел. Я вынужден был согласиться, задумчиво вглядываясь в новое изображение. Татуировка не исчезла, как я думал изначально, она изменилась. Причем так, что впору уподобится шаману и начать чесать затылок в полной задумчивости. То, что маг может иметь цифры ноль на ноль, мне даже в голову прийти не могло.